Говорит Ульяновск. Вечерняя программа радио Государственной телерадиокомпании «Волга». Здравствуйте. У микрофона Алексей Сорокин. На тему дня. Работники службы скорой медицинской помощи отметили профессиональный праздник. Каждый день они готовы спасать жизни каждому человеку. Служба скорой помощи в регионе сегодня представлена шестью подстанциями областной клинической станции скорой медицинской помощи и отделениями скорой медицинской помощи при районных и участковых больницах. В канун профессионального праздника сотрудники скорой помощи были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами. В их числе заведующий организационно-методическим отделом, врач-статистик областной клинической станции скорой медицинской помощи Дмитрий Арабов. Состоялось мероприятие по вручению благодарственных писем и грамот губернатора Ульяновской области. Данное событие было приурочено к нашему профессиональному празднику, который, начиная с 2020 года, учрежден в Российской Федерации как День работников скорой медицинской помощи. Помимо меня еще были награждены ряд сотрудников. Все мы были награждены за заслуги в развитии отрасли здравоохранения в части оказания скорой медицинской помощи населению, как гордо, так и прилегающей к нему пригородной зоны, за наш профессиональный и многолетний добросовестный труд. Ну, наверняка ваши заслуги отмечаются не только в профессиональный праздник. Многие благодарные пациенты тоже говорят вам спасибо. Конечно. К счастью, благодарные пациенты есть. И наша служба, она достаточно серьезная и сложная. Благодарности примерно каждый день к нам поступать, потому что каждый день люди обращаются, и каждый день мы спасаем жизни пациентов. И мы очень рады, что мы помогаем людям, и они ценят наш труд. Дмитрий Алексеевич, а могли бы вы рассказать нам о том, как жизнь связала вас с этой профессией? Ну, жизнь меня связала со скорой помощью с 2009 года. Я не совсем являюсь выездным сотрудником данной службы. По профессии изначально я врач-хирург, но так волей судьбы сложилось, что я попал на станцию скорой помощи, где возглавил организационно-методический отдел и возглавляю его до настоящего момента. Но придя сюда, я сталкивался с сотрудниками скорой помощи по приемному отделению. Здесь я уже столкнулся с ними лоб в лоб, напрямую, как со своими определенными рамками подчиненными. И я понял, что эти люди достойны многих слов благодарности, потому что их труд – это очень тяжелый труд, который просто не сопоставим ни с какими наградами, потому что это очень тяжелая профессия. В любое время, независимо, какие у нас погодные условия, часовые различные нюансы, эти сотрудники всегда приедут и окажут помощь, спасут пациента. Скажите, а вот с 2009 года многое ли изменилось и поменялось в работе службы? Ну, сегодня, в принципе, как и по России, и мы не отстаем от Российской Федерации, служба скорой помощи – это такая мощная единая система. Она располагает уже сеть станций, больниц скорой медицинской помощи, санитарной авиации, научно-исследовательскими институтами. В нашем регионе ни научно-исследовательских институтов, к сожалению, нет. Больница скорой помощи тоже переименована уже немножко в другое отделение. И скорой помощью, как таковой, занимаемся только мы одни. Значит, начнем мы этим заниматься с 2007 года, отсоединившись от больницы скорой медицинской помощи. Уже с тех времен, когда пришел сюда я, достаточно много чего изменилось, так как мы стали уже отдельной организацией, сами за себя отвечаем, сами за себя стараемся все решать, улучшать, углублять. В нашей работе внедрилась автоматизированная система управления. И сейчас нашими вызовами управляет и помогает нам, что мы вызовами управлять автоматизированная система управления. Да, автомобили у нас меняются. Меняются требования к опубликованию автомобилей, к медицинскому оборудованию, к различным категориям, инструментария и прочее. Мы стараемся срагать в ногу со временем. С 2014 года мы внедрили первые в России систему аутсорсинга и представления услуг автотранспорта с медицинским оборудованием. Компания аутсорсинг нам предоставляет автомобили современные, достойные, укомплектованные, согласно 388 приказа. То есть все то оборудование, которое должно быть в службе, оно у нас есть. Наши сотрудники им умеют пользоваться, оно у них есть. Дмитрий Алексеевич, ваши заслуги были отмечены на таком высоком уровне. Вы осознали, что занимаетесь тем делом, которым и должны заниматься? Любому человеку, я думаю, приятно, когда его заслуги отмечаются. А если они отмечаются, они еще достаточно на высоком уровне. Это очень приятно. Это дает какой-то определенный стимул двигаться дальше, развиваться дальше, стремиться к чему-то лучшему, достигать более высоких вершин. Ну и, соответственно, ни в коем случае не полосать ту область, в которой ты работаешь, стараться в этой области тоже чего-то достичь, улучшить, чтобы это было на благо себя, населения своего региона. За высокое профессиональное мастерство, своевременное оказание скорой медицинской помощи и достигнутые успехи в работе, почетной грамотой губернатора награждена фельдшер по приему вызовов и передаче их выездным бригадам областной станции скорой медицинской помощи Елена Данилина. В службе она работает больше 40 лет и за это время повидала многое. Ну, ощущение, конечно, очень приятное, что так оценили мой скромный труд. Ну, я работаю уже 43 года. Привело меня, ну, просто желание, когда еще училась в старших классах, мне нравилось медицина, все, что с ней связано. Поэтому я решила, что я буду поступать в медучилище. И по окончании школы я поступила. В 1981 году окончила. И по распределению я попала на станцию скорой помощи. И так вот работаю до сегодняшнего дня. Елена Викторовна, а вообще вот в чем заключается Ваша работа? Чем Вы занимаетесь на рабочем месте? Я сейчас работаю в диспетчерской. Моя работа заключается в организации работы смены, чтобы бригады были полностью укомплектованы, готовы к выезду. Моя задача, чтобы они вовремя получили вызов, оперативно выехали вовремя, обслужили больного. И правильно вовремя сдали документацию, потому что я работаю в основном уже с документацией, с картами вызова. Ну, и какие у нас еще есть, оформляются документы. Должна за этим проследить, чтобы было правильно вовремя все оформлено. Скажите, а вот за 4 десятилетия наверняка же что-то поменялось в работе, что-то изменилось? Ну, конечно, изменилось все-таки оборудование, машины. Более высокого класса стали возможностью бригады и быстрее обслужить, и качественно. А вызываний у нас больше, конечно, сейчас даже стало. Не только травмы, но и обращение таких хронических больных с заболеваниями, с обострением. Скажите, а вот эти вызовы, они как-то систематизируются, например, по срочности, по экстренности? Конечно, в приоритете всегда все уличные случаи, травмы, соответственно, детские травмы. Поэтому они в категории срочности у них разные, поэтому они так и выстраиваются по очередности, по своей срочности. Ну, а молодежи среди ваших коллег много? Нравится вам общаться с ними? Просто как-то, знаете, интересно. Приходят молодые кадры, они молодые, целеустремленные, такие неравнодушные, интересно с ними работать. Стараются они. Кто учится у нас в университете, они такие. Знаете, мы даже от них много что-то познаем такого нового, интересного, слушаем, они нам рассказывают. Ну, общение с молодыми всегда интересно, конечно. В вашей профессии есть ли какая-то доля юмора? Все-таки от вас зависит жизнь человека? Ну, вы знаете, наверное, есть, конечно, иначе тяжело было бы так работать целые сутки. И когда получается какая-то свободная минута, действительно, все вместе пообщаться интересно, кто-то что-то расскажет забавное, интересное. Это помогает в работе, конечно, расслабиться. Ну и напоследок, Елена Викторовна, можете поздравить своих коллег с профессиональным праздником? Конечно, мне хочется поздравить коллег со здоровьем, терпением, успехом в их нелегкой работе. Самое главное – мирным небом с головой. Также благодарственным письмом губернатора Ульяновской области отмечена фельдшер центральной подстанции Ульяновской областной клинической станции скорой медицинской помощи Галина Панфилова. Ее медицинский стаж тоже впечатляет. 35 лет работы. Я закончила Ульяновское медицинское училище в 1989 году. По распределению работала в Железнодорожном банском районе, в селе Аненково, 4 года. И 31 год на центральной станции скорой медицинской помощи фельдшером линейной бригады. Общий медицинский стаж имею 35 лет. Имею высшую квалификационную категорию. Каждые 5 лет повышаем квалификацию, получаем сертификат. Большая честь мне получить почетную грамоту от губернатора Ульяновской области за заслуги в развитии здравоохранения Ульяновской области, за достигнутые успехи в сфере охраны здоровья и населения, высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд. Большая благодарность всему коллективу во главе Монголова Ирета Мансуровича за оказанную честь. Благодарю, что оценили наш нелегкий и порой опасный труд в такой важной и нужной работе. Работник скорой помощи должен обладать такими качествами, как профессионализм, трясоустойчивость, оперативность, ответственность, организованность. Порой фельдшеру отводится в очень короткое время на установку диагноза и оказание первой медицинской помощи. Для этого требуется полная отдача духовных и физических сил, большого нервно-эмоционального напряжения. Задача скорой помощи – оказание векторной медицинской помощи на месте, в пути следования, в медицинском учреждении, в жизнеугрожающих случаях. Очень часто от решения бригады до врачебной помощи зависит жизнь человека. Жизнеугрожающие случаи – это когда состояние больных, которое нуждается в немедленном оказании медицинской помощи. Это массовые катастрофы, стихийные бедствия, ДТП, ранения, ожоги, поражения электротравмой, падения с высоты, утопления, потери сознания, судороги, роды, а также дети. Ну и, конечно, в таких ситуациях, как минимальный подъем температуры и поранил палец или ушиб палец, конечно, не стоит вызывать, потому что скорую помощь положена только в экстренных жизнеугрожающих случаях. Ну и я хочу пожелать своим коллегам побольше спокойных дежурств, благодарных пациентов. Наша работа тяжелая и очень важная. Мы стоим на страже здоровья населения. Пусть за дороги будут всегда свободными, коллеги надежными, а пациенты легкими. Только в прошлом году службой оказана помощь более чем 340 тысячам больных. Одним словом, основную задачу по оказанию экстренной медицинской помощи служба выполняет. Коклюш считается детской болезнью, но и взрослые тоже ей болеют. Это инфекция, которая легко передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, и главным симптомом которой является тяжелый, сухой, приступообразный кашель, который длится много недель. Особенно опасна эта болезнь для детей до двух лет, у которых она может протекать очень тяжело и приводить к частому развитию осложнений. У школьников, подростков и взрослых риск тяжелых осложнений меньше. Но все равно кашлять приступами по 2-3 месяца подряд без возможности выраженного облегчения состояния не самая приятная перспектива. Чтобы не заболеть такой опасной инфекцией, особенно важна роль профилактики. А профилактикой заболевания является вакцинация всех детей и всех взрослых. Раньше, до введения массовой вакцинации против этой инфекции, в 50-е годы прошлого века, коклюшем болели почти все дети. И хотя после введения вакцинации заболеваемость резко снизилась, тем не менее она сохраняется на достаточном уровне. И говорить о победе над заболеванием не приходится. Продолжит начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Ульяновской области Диляра Хакимова. Коклюш – это острое инфекционное заболевание, вызывается бактериями бордотелла пертусис, то есть вот такое французское название. Эта инфекция коклюша была знакома нам очень давно, и в частности в основном болеют дети, в первую очередь, которые не имеют профилактические прививки. Суть в том, что у нас на территории Ульяновской области практически за последние 10-15 лет привитость против коклюша составляет высокие показатели. Заболеваемость имела такое спорадическое состояние заболеваемости, то есть это встречались единичные случаи заболевания коклюшем. Но, к сожалению, за последний год у нас отметился подъем заболеваемости, можно сказать, даже вот за первый квартал, по сравнению с первым кварталом 23-го года более 10 раз. И показатели у нас составляют на 100 тысяч населения более трех случаев. Это на 100 тысяч населения. Если мы за первый квартал 23-го года показатели имели 0,33, а в этом году у нас за первый квартал более трех случаев. Ну, относительно как передается это заболевание, какая профилактика должна быть. То есть это заболевание коклюша передается от больного к здоровому человеку. Болеют этим заболеванием только дети. Я уже сказала, что в первую очередь дети, которые не имеют профилактические прививки против коклюша. Профилактические прививки против коклюша проводятся детям с трехмесячного возраста. То есть три месяца с интервалом через каждые полтора месяца проводится вакцинация. Она проводится трехкратно. Например, если начинаем прививать с три месяца, через полтора месяца, полтора месяца и так. И получается, когда уже заканчивается вакцинальный курс, который состоит из трех вакцинаций, через год уже делается ревакцинация против коклюша. Таким образом, у нас ребенок является защищенным от этой инфекции. Особенно мы призываем родителей у детей, которые могут заразиться этой инфекцией, в детских дошкольных учреждениях. Но, к сожалению, сейчас уже встречается не только у нас в детских садах, а даже в начальных классах у нас регистрируется случай заболевания коклюша. Для человека, который не имеет защиту, как трехкратная вакцинация и ревакцинация, могут быть источником люди, которые просто выделяют эти бактерии. То есть они чисто визуально могут быть здоровыми, но могут быть бактерий-носителями. И те люди, которые не имеют защиты против инфекции, очень легко заболевают этой инфекцией, которую мы называем коклюш. Очень важно для родителей, что в основном, когда коклюшем заболевают дети, бывает очень такой сухой навязчивый кашель, и этот кашель усиливается по ночам. Можно отличить коклюшный кашель от других. Вот прям как ребенок начинает приступообразно кашлять, и как вот петушиный крик называется, чисто по теории. И практически приступы усиливаются, и продолжительность у них бывает. Например, если ребенок начинает кашлять 30 раз, более раз. Естественно, конечно, затрудненный вдох, остановка дыхания. Естественно, ребенок начинает, когда кашлять, нарушается и сон, раздражительность, слабость, вялость. Вот при таких ночных приступообразных кашлях иногда может оставаться температура при норме. То есть не всегда повышается температура. Все эти заболевания могут осложняться в понимании бронхитом, могут быть плевриты, гнойные отиты. И, как уже мы говорим, что у нас на сегодня, особенно дети, которые посещают детские дошкольные учреждения, не имеющие профилактические прививки против коклюша, они могут очень легко заболеть. И вот по нашим наблюдениям, которые мы ведем, статистические формы, у нас более 40 случаев коклюша. И дети, страдающие этим заболеванием, в основном до 70%, они посещают детские дошкольные учреждения. Что с нашей стороны мы рекомендуем, особенно в детских дошкольных учреждениях, это, конечно, ни в коем случае больной ребенок не должен посещать детские дошкольные учреждения. Для этого у нас всегда организовано, и мы всегда это рекомендуем, не только государственные, но и частные. Сейчас есть у нас садики. Ни в коем случае ребенок не должен посещать, и должен быть утренний фильтр. То есть это осмотр кожных, измерение температуры тела. И при посещении детских дошкольных учреждений обязательно работник, воспитатель, медицинский работник должен спросить у мамы или у папы. Нет ли никаких жалоб со стороны, в том числе не кашляет, не чихает ребенок и так далее. Но когда ребенок незащищенный идет в организованный коллектив, вся ответственность возлагается, конечно, на руководителя данного учреждения. То есть если даже настаивают родители, что есть какие-то причины, есть какие-то там предположения в связи с тем, что отказываются от профилактических прививок, возлагается ответственность на руководителя. То есть это уже говорит о том, что если ребенок без обязательных профилактических прививок по национальному календарю, куда входят и вот прививки против коклюша, значит, это говорит о том, что ребенок незащищен от этой инфекции. Поэтому, когда начинается заболевание, в наши действия обязательно передаются информации, экстренное извещение на заболевшего ребенка. Если дети не имеют профилактические прививки против этой инфекции, они не допускаются в организованный коллектив. А дети, которые имеют профилактические прививки против коклюша в организованных коллективах, за ними просто ведется наблюдение на тот период, который может быть ребенок опасен для крушения. Самое главное для профилактики коклюша это должны быть своевременно проведения профилактических прививок против этой инфекции. Еще раз хочется, что вот те наши родители, которые необоснованно откладывают профилактические прививки, не согласны проводить срок профилактические прививки, в том числе против коклюша, они могут встретиться с этими заболевшими, которые тоже могут заболеть этой инфекцией. Это раз. И коллектив, который тоже, если есть непривитые дети, это тоже не очень хорошо. И, естественно, конечно, это после перенесения этого заболевания есть очень такие тяжелые осложнения. Это заболевания, которые могут привести к пневмонии, бронхитам. Осложнения также могут быть атиты, гнойные атиты, поливриты. Поэтому всем, кто на сегодня еще не сделал профилактические прививки против коклюша, конечно, возлагайте на родителей еще раз подумать об этой инфекции, то, что на сегодня она у нас регистрируется. И, конечно, все дети, которые не имеют профилактическую прививку против инфекции, могут быть в числе таких, как могут заразиться этой инфекцией. Диляра Анверовна, Вы упомянули, что коклюшам преимущественно болеют дети. Это связано с избирательностью вируса или с неокрепшим детским иммунитетом? Да, очень правильно Вы сказали. Неокрепшим иммунитетом, потому что, как правило же у нас тоже все простудные заболевания, которые острые спиратурные вирусные инфекции, они в основном опасны для детей. Особенно, я вот еще не сказала, для детей, которые часто болеющие. У взрослых это не так часто встречается. Ну, есть. Но вот по нашей статистике на сегодня у нас болеют дети дошкольных учреждений, маленькие дети и, конечно же, дети начальных классов. Среди взрослых у нас есть один-два случая. Ну, есть они. Если посмотреть, вот более сорока случаев уже, они меняются каждый день. Из них получается один-два случая у взрослых. Остальные все дети, к сожалению. Это говорит о том, правильно Вы сказали, что, во-первых, они находятся в более скученных коллективах. Списочный состав группы 25-30 человек. И ведь они находятся с утра до вечера. Если даже вот организованные коллективы, мы считаем, это высшее учебное заведение, среднее специальное учебное заведение, они как-то не так долго находятся в организованном коллективе. Это раз. Но, естественно, конечно, это еще очень такой маленький возраст. И они очень имеют высокую восприимчивость к этим инфекциям. Еще они не адаптированы. Так как мы уже взрослые адаптированы, мы чаще встречаемся, уже много раз встречались этими инфекциями. И у нас все равно есть пассивный иммунитет. Но, тем не менее, это говорит о том, что не зря у нас детей мы начинаем прививать с родильного дома. А против этой инфекции с трехмесячного возраста. И они уже к трем годам заканчивают прививки против этой инфекции. Все. Если ребенок имеет профилактические прививки против коклюши, трехкратной вакцинации, ревакцинации, ему эта защита достаточно. Вы слушали начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области Диляру Хакимову. Говорит Ульяновск. Вечерняя программа радио государственной телерадиокомпании «Волга». В этом году студенческие отряды отмечают 65-летний юбилей с момента зарождения движения и 20-летие создания современной истории студоотрядов. В честь этих событий по всей стране запланировано проведение более сотни мероприятий, которые объединят свыше одного миллиона человек. За 65 лет существования движения школы студенческих отрядов прошли более 20 миллионов человек. Это студенты и школьники, которые получили свой первый трудовой опыт, приобрели новые знакомства и сделали значимый вклад в развитие нашей страны. В Ульяновской области работает региональное отделение, которое осуществляет деятельность по восьми направлениям – педагогическое, строительное, сервисное, сельскохозяйственное, путинное, медицинское, производственное и отряды проводников. А на базе высших учебных заведений региона действуют три штаба – в педагогическом, аграрном и техническом университетах. Кроме того, активная работа студенческих отрядов ведется на базе девяти техникумов и колледжей. Кстати, в этом году будет увеличена квота на обучение молодых специалистов рабочих профессий и расширено количество специальностей. На эту тему мы поговорили с руководителем регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации российские студенческие отряды Дарьей Зотовой. У нас в этом году юбилейный год. Нам 65 лет со дня основания, 20 лет современной истории. И плюс все-таки в нашем лозунге слышатся фразы «труд-крут», потому что, как мы все прекрасно знаем, труд объединяет людей. Вообще, насколько молодежь у нас активная, насколько любит трудиться, создавать что-то, делать что-то своими руками? Бытует мнение, что молодежь у нас от рук отбилась совершенно. Ведь это не так? Нет, это не так. Молодежь у нас прекрасная. У нас ребята действительно очень воодушевлены трудом. Им безумно нравится помогать людям. Хочет у нас сейчас большое количество субботников. Они помогают пенсионерам в скобке земельных участков. Особенно, да, у нас есть люди с инвалидностью, которым необходима помощь. И ребята всегда с теплотой и всегда очень отзывчивые в этом плане их очень легко можно сорганизовать на любое практически трудовое дело. Дарья, вы в самом начале упомянули, что этот год станет юбилейным. Как студенческие отряды молодежи будут проводить этот юбилейный год? Да, у нас будет достаточно много определенных мероприятий, которые проходят именно в рамках юбилейного года. Это самый крупный такой проект, самое крупное мероприятие, это всероссийский слет, конечно же, который будет проходить в ноябре месяце. Он будет проходить в Москве. Основные мероприятия будут проходить в Государственном Кремлевском дворце. То есть это тоже очень так. Будет все красиво, масштабно для всех нас. Если мы берем в разрезе, например, то делегация от Ульяновской области в составе 20-25 человек поедут на костюмированный торжественный проход в Москву. Совместно с Министерством молодежной политики и развития Ульяновской области мы направляем ребят туда, для того, чтобы они объединились ребятами со всей России. Поэтому у нас достаточно большие планы на этот год. Заканчивается и год учебный. У студентов будут продолжительные летние каникулы. Скажите, идет ли сейчас какое-то формирование студенческих трудовых отрядов и по каким направлениям эти отряды будут сформированы этим летом? Безусловно, работа ведется. У нас выезжают ребята по нескольким направлениям деятельности, такие как педагогическое направление. Ребята будут работать в детских оздоровительных лагерях. Ребята строительного направления, они будут работать на наших российских крупнейших стройках. И также внутри Ульяновской области это стройка Мирного Атмабир, которая находится в городе Денитровград. Это производственное направление. Также ребята будут работать как внутри региона, это Ульяновский автомобильный завод, так и за территорией региона. Сейчас как бы список объектов у нас все еще варьируется, потому что объектов много и выбрать, куда поехать, у ребят не всегда хватает возможности даже. Это студенческие отряды проводников совместно с ФПК. У нас ребята работают с РЖД. Это ребята путиного направления, они ездят на Камчатку заниматься рыбообработкой. Это сервисные направления, которые ездят также на курорты, как Краснодарского края, так и работают внутри региона. То есть они работают горничными, барменными, официантами и так далее. У нас достаточно много направлений деятельности, как вы уже успели заметить, поэтому все ребята могут найти себе, что им по душе. Как участие в студенческих отрядах совмещается с образовательной деятельностью? Ребята могут предварительно чему-то научиться, прежде чем стать проводниками, стать строителями, как вы сказали? Да, совершенно верно. Ребята все практически проходят у нас профобучение от Центрального штаба, от федеральных наших коллег. У нас есть грант на обучение по профессиям по определенным, которые нам необходимы внутри региона для ребят. Также есть некоторые объекты, где ребята проходят обучение прямо непосредственно на месте, то есть у работодателя, скажем так. А вот если говорить о цифрах, то много ли ребят-студентов задействовано в движении студенческих отрядов? По прошлому году у нас в организации было трудоустроено порядка 1024 человек, которые работали как на территории Ленской области, так и за ее пределами. Что движет ребятами? Что их мотивирует? Наверняка это не только возможность какого-то заработка, но и что-то еще. Ну, в первую очередь для ребят, конечно же, вы уже как упомянули, это заработок, то есть временное трудоустройство. А с другой стороны, это команда, с которой они работают, потому что когда люди находятся в одной команде с одной движущей целью, это тоже, несомненно, очень важно. Ну и многие ребята работают для перспективы, потому что у нас велика практика того, что ребята после выпуска, они остаются в градообразующих предприятиях, на которых они работали по временному промежутку, то есть на летний сезон. Если они ездили, если они себя зарекомендовали, они могут трудоустроиться крупным работодателям, таким как РЖД, Росатом, Газпром, то есть у нас достаточно большой такой процент ребят остается потом работать на тех объектах, в которых они работали летом. Дарья, скажите, а что нужно студенту для того, чтобы стать членом студенческого отряда? Куда нужно обратиться, подать заявку? Делается ли это в университете или нужно куда-то приходить? В первую очередь у нас открыты штабы на базе высших учебных заведений. На данный момент это Ульяновский государственный педагогический университет и Ульяновский государственный технический университет. Вы можете обратиться туда, если вы являетесь студентом данных вузов. Также у нас есть группа ВКонтакте, студенческие отряды Ульяновской области. Там есть иконка, где вы можете подать заявку и уже после этого непосредственно с вами свяжется руководитель выбранного вами направления. Либо же, если за это время вы уже поменяли свое мнение и решили перейти, например, на какую-то другую специфику работы, то вас перенаправят на того человека, который вам непосредственно интересен. Дарья, какие цели вы ставите перед собой как руководитель, руководитель такого большого движения? Определили ли вы для себя некоторые ключевые моменты, которые хотели бы выполнить в первую очередь? Ну, в первую очередь, конечно, хотелось бы, чтобы на территории Ульяновской области был реализован межрегиональный проект, где ребята приезжают к нам со всего Приволжского федерального округа для того, чтобы ребята больше общались и перенимали практику конкретно в рабочем. Также, как для руководителей, я считаю, что в первую очередь важно, чтобы ребята были счастливы внутри организации, чтобы им нравилась деятельность, которой они занимаются, поэтому увеличить количество творческих мероприятий, творческой направленности, потому что сейчас молодежи это все очень нравится. Ну, я думаю, что и всегда так было. А также, конечно же, увеличить численность за счет взаимодействия с разными вузами, с разными СУЗами. У нас сейчас реализуется такая программа по подписанию соглашений с вузами, с которыми у нас не было до этого соглашений, и со средними учебными заведениями. Мы ездим по районам, сейчас подписываем соглашения, также мы взаимодействуем с новыми СУЗами внутри города Ульяновск конкретно, для того, чтобы был больше охват ребят. Вот, наверное, на данный момент пока все, но чем больше работы, тем больше целей мы ставим. Мы беседовали с руководителем регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации Российские студенческие отряды Дарьей Зотовой. Вечернюю программу для вас подготовил Алексей Сорокин. Редактор субтитров А.Семкин